Сейчас я хотела бы объявить начало преданной сессии, посвященной доверенной безопасной мобильной платформе Тайзер. И хотела бы пригласить на эту цену к участникам. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы все пришли на наше мероприятие, которое, в принципе, очень много значит для нас. Мы готовили этот проект достаточно долго. Это год работы большого коллектива и наших партнеров. И мы хотели вместе собраться и рассказать, что это значит для нас, что значит этот проект. Как вы понимаете, объявление Z3, которое сегодня делается, это не просто объявление еще одного аппарата в продуктовой линейке компании. Это совершенно другая концепция. И я бы сказал, что это радикальный, достаточно вызывающий год на встречу по требованиям российского рынка. Почему так и почему мы так считаем, почему мы это делаем, мы хотели обсудить с нашими ключевыми партнерами в рамках нашего принорного заседания. Позвольте мне начать наш диалог. И я думаю, что, скажем, будет абсолютно логичным, если я задам три ключевых вопроса, последовательно всем нашим уважаемым партнерам. Это, в первую очередь, что привлекло их в концепцию теза. Второе, ну, некий такой вопрос, ваше крето, да, то есть что вы собираетесь с этим делать. И третье, некий пожелания, условно говоря, к тому, как мы должны это развивать, как мы должны с этим работать. Игорь Алексеевич, вы, как человек, изначально поддержавший концепцию и помогавший нам сертификацией со всем остальным, ваше слово первое, поэтому прошу, что вас привлекло? Спасибо, не слышно. Спасибо большое за предоставленное слово, за напоминание о том, что мы одни из первых поддержали Тайзен как операционную систему. Что же привлекло? Ответ неоднозначный и, собственно, не единственное, что привлекло. Не единственная причина. Но одна из основных причин, изначально, это тот тяжелой опыт, который мы поимели, когда начинали программировать MDM под Symbian еще, под Android, под iOS. Все те проблемы, которые возникали при разработке, и их было достаточно, в части первой закрытости платформы, в части того, что владельцами и разработчиками была одна корпорация, и проблемы вытекали, собственно, из этого. Очень, достаточно тяжело было договориться об интерфейсах, об открытии исходных кодов. С Apple-ом разговора вообще не получилось. И не потому, что они сами по себе, ну, такой направленности, а, видимо, изначально, ну, на мой взгляд, и мобильные устройства, они пришли из консумерского рынка вместе с операционными системами. Изначально, на мой взгляд, они были рассчитаны все-таки на потребителя, для которого не столь важны такие качества безопасности, как масштабированность и так далее. Поэтому, в общем-то, краткий вопрос, что привлекло в Тайзене, это, как раз, отсутствие вот тех проблем, которые мы видели и подтвердили при сертификации. Это реальное представление исходных кодов, это реальный разработчик, которого мы видели, а не ритуально, с которым мы достаточно долго работаем и продолжаем работать, это желание все-таки учитывать те особенности национальных нормативных документов в части безопасности, это в том числе достаточно большой потенциал, который мы увидели в облице, в частности, компаний. Спасибо, Игорь Александрович. Григорий Александрович, что привлекло лидера информационной демократии страны, нашим продавцам? У меня, на самом деле, во-первых, спасибо за это приглашение. Демократии, конечно, кстати, тоже много в Тайзене, потому что он был открытый и пропагандируется как доступный для разных стран, для создания своих профилей. Но привлекло меня, на самом деле, знаете, чего? На заре моей молодости компьютеров я застал, когда IBM создавал IBM и открыл спецификацию. Ну, тогда я еще это, естественно, не понимал, чего-то кто-то пустит и пока все открыл. Ну, сейчас мы уже поняли, что в начале 80-х годов была разработана платформа персональных компьютеров и дана как-то миру на использование. Ну, конечно, IBM первые там 10 лет, наверное, делал лучше компьютеры, чем другие. Но, в том числе, известно, что все умерло. Я думаю, что сейчас эра мобильных компьютеров, новых мобильных устройств. И вот этот первый год, когда большая препарация создает платформу, платформу достаточно абсолютно новую, потому что она включает в себя не только мобильные устройства, но и телевизоры, владельники и прочие устройства, интернет-вещи. И думаю, что вот это направление, когда большая корпорация разрабатывает систему в соответствии со стандартами, это не умный устройство, а именно такая структурированная конструкторская работа была проведена, а потом отдает спецификацию обществу и, причем, не отказывается от поддержки будущего, вот это и привлекло. Я думаю, что за этим будущее и надеюсь, что и Samsung, и вообще индустрия, сама платформа понравится и будет достаточно нового разработка. Спасибо большое. Ну, в общем, Samsung мало захватить лидерство, его надо еще удержать. Да, это, наверное, я услышал. Игорь Богачев, Сколова поддержал нас нах очень ранее. Да? Почему? Почему? Просто мы друг друга знаем. Спасибо. Ну, на самом деле, конечно, изначально из-за этого, а вообще, ну, я, конечно, поддержу идею открытости, может быть, тоже становится за последний год такой избитый термин немножко, я, наверное, чуть-чуть по-другому тоже посмотрю. Мне нравятся усилия Samsung по тому, как действительно сделать Dazen открытый для, в том числе, российского рынка, для российских разработчиков, потому что, ну, много вообще компаний декларирует открытость, да, в разных категориях. Вот, на мой взгляд, Samsung сделал несколько очень реальных шагов, и самый такой понятный мне шаг – это создание российской ассоциации Dazen, в которую вам удалось вам лечь очень крупнейших драконов, как IT-отрасли, так и индустрии. Мне кажется, вот это принципиальная разница, да, между декларациями открытости, да, и реальными шагами. Вот, второе, конечно, с точки зрения Сколпа, мне нравится Dazen как платформа, на которой могут быть созданы различные технологии, приложения для реального бизнеса, потому что именно так рождаются инновации, когда большая компания подает направление, а более маленькие компании его реализуют. И третье, конечно, то, что Dazen – это не просто мобильная платформа, это платформа интернет-вещей, которая, соответственно, может быть реализована и промышленная интернет-вещей, и, там, и ритейл, и банк, и все, что угодно. И это, конечно, большая возможность для нашей системы. Игорь Владимирович, а у другого не суда развития, как? Как он может победить? Дальше, я могу присоединиться, потому что, ты сказал, что это не так, что он максимально, но, конечно, он, по-моему, здесь хорошо и правится. Но, в основе, знаете, я, по-моему, голосовскую, вообще, IT-индустрия в последние лет десять ищет, и, в общем, не так, чтобы слишком успешно находить некий баланс между коммерческой эффективностью и откровенностью. Причем надо понимать, что открытость вообще-то нужна IT-индустрия не из каких-то идеологических соображений. То есть, конечно, можно, там, довольно много подводить идеологические рубашки, но на самом деле, по сути, последние 10-13 лет открытость и свободность программного обеспечения стала необходимой индустрии, в первую очередь, для обеспечения кадрового потенциала в поддержке и доступной базы разработчиков, потому что ни одна компания сама не в состоянии обеспечить интеллектуального потенциала на том уровне сложных систем, которые она сейчас достигла. Так вот, поиск этого баланса ведет с той или иной степенью эффективности практически среди всех групп, и, на мой взгляд, тазинг является очень хорошим примером того, как это строится реально, когда действительно очень делаются интересы и разработчиков, и государства, и коммерческих интересов компаний. И, на мой взгляд, так сказать, плавно, когда сам фонд делает тазингом, это создание любых ситуаций для людей. Всего заинтересованных участников. Именно поэтому, мне кажется, это очень важно и интересно. Спасибо. Ну, чтобы закрыть круг с инвестиционной тематикой, я хотел дать слово Александру. Александр, что вечерный капиталист номер один на этой стране нашел в теме тазинг? Я не знаю, первый или нет, но как бы с точки зрения нет. Здесь две вещи, допустим, из истории, да, мы вспоминаем историю, как говорим об истории. Девяностое для того, чтобы, там, настроить безопасность для нормального малого инвестиционного. Для того, чтобы устроить клиенту я не услышал. Меня привлекла открытость, естественно, это раз, потому что не много говорений от открытостей, но открытость, сквозная, которая позволяет, собственно, реализовать системные подходы для одного кабинетного устройства, в момент революции, когда мы называем многие вещи вместе, это вот то, что меня привлекло. Основное, конечно, чисто, из таких, как бы сказать, личных вещей, либо их любого, личных вещей, корыстности, меня интересует вклад стартапа, да, и, соответственно, давая возможность работать с большим количеством новых устройств на одной операционной системе, можно ожидать, что появится в разных индустриальных вертикалях, появится интересная группа. Это даже на самом деле. Благодаря, что я люблю. Спасибо огромное. Открытость, сочетание уникальности, сочетание открытости, субъективности и корыстности, я думаю, что это очень хорошее начало проекта, да, это хорошие драйверы, да. Нет, вы наш ключевой партнер в области мобильности, да, Олег, просто честно это скажу, да. И я очень хорошо помню то, что, когда мы тогда, так сказать, обсуждали типы тестов, мы были первым человеком, который в аудитории внутри МТС в наших консультациях, да, который, когда в бульмарке сказал, что да, это интересно. Почему? Отвечу на этот вопрос. Ну, добрый день, уважаемые господа и дамы. Спасибо, что вы собрались. Отвечу на вопрос, что привлекает, да, что привлекает это решение, почему так вот Андрей приоткрыл там наш внутренний диалог, практически поцитировал, когда все тут начиналось. МТС, в принципе, привлекает новые возможности. Новые возможности, конечно, для самого МТС, а для наших уважаемых клиентов, для наших уважаемых заказчиков. Как человек, который работает с сегментом, как раз комборативных заказчиков, если говорить конкретно о тазине и о том, что можно дать нам вместе, всем здесь в сидящем зале, я надеюсь, это, мы все прекрасно знаем, что комборативный заказчик сегодня на мобиле, он требует достаточно такие повышенные требования, предъявляет качество сервиса и так далее, и так далее, но и все мы с вами прекрасно понимаем, особенно люди, сидящие в зале, что мы все с вами предлагаем еще требования безопасности. Безопасности нашей мобильной или по другим типам связи. Мы точно надеемся, что система, которая сегодня презентуется, позволит решить эти вопросы. Ну и что привлекает еще компания, с которой мы сегодня на этой сцене присутствуем, то, что действительно Samsung уделяет очень такое большое внимание развитию единого сегмента Enterprise. То есть решения, которые создаются, они создаются, извините за банальную такую формулировку, от потребностей, поскольку это очень так роднит, в принципе, подход, потому что, создавая наши продукты, мы точно так же сначала разговариваем с вами, а потом уже эти продукты создаются. Вот, наверное, так. Спасибо. Дима, мне очень интересно комментарий. Твои друг лица, да? Как вообще профессионалы, на самом деле, в ресурс, да? В большим сложным списком, да? И как выходит для новых облачных технологий? Ну вот, Александр начал про корыстное, поэтому я позволю себе спуститься с высокого на прозаичное. С точки зрения новых облачных технологий, мы делаем офисную платформу. Во всем мире этот рынок 30-ти миллиардов, и в нем только 5% на мобильных устройствах. То есть исходится в том, что за пять лет этот процент увеличится до 50. То есть на этом рынке происходит game-channel. А дальше все довольно просто. То есть мы считаем, что на мобильном рынке продолжится появление новых платформ. То есть текущая туаполя между Microsoft и платформой Android, между Apple и платформой Android, она должна поменяться. И с этой точки зрения Tizing для нас интересная новая платформа, на которой не так много офисных игроков, а если говорить про Россию этих игроков, они просто отсутствуют. Поэтому для нас принципиально быть на новых платформах мобильных, на которых необходимо работать с офисными приложениями и с почтовыми приложениями. С этой точки зрения Tizing интересен тем, что платформы имеют все шансы получить высокий уровень сертификации и быть востребованы как в коммерческом севере такого государства. Именно потому что платформа открыта, именно потому что Samsung контролирует не только программную часть, но и аппаратную часть. С этой точки зрения Tizing максимально интересен. Если говорить про open source, все просто. Для того, чтобы open source открытые продукты были востребованы, как говорят на корпоративном рынке, за этими продуктами должны стоять мощные компании, которые осуществляют поддержку. То есть это основная проблема любого предсорсного продукта. Если мы говорим про российский рынок, за ними должны стоять компания, которая считает поддержку этих продуктов. Вот компании, которые собираются в тайзинг-сенсиации, мне кажется, могут поддерживать практически любого продукта. И это необходимое условие появилось к каждому отходу. Т.е. Т.е. по ближайшему перспективу, по техническому. На Тайзинге, на сегодняшний день, наша компания разработала систему управления мобильными устройствами. Сейчас сидят обладают системы. И корпоративным заказчикам, в частности, в основном своему корпоративному заказчику, мы уже предложили несколько десятков этих устройств. И я не думал, что быстро, как право эластичный корпоративный заказчик пожелает еще что-то, кроме голоса. Вот голос замечательный, про радиоустройства тоже не нужно. В частности, цивилизации политик на этих территориях не нужно собирать в Европе всего 10 тысяч телефонов. Все это замечательно, удобно, красиво, безопасно. И действительно, о чудо. Очень быстро захотелось попольше. Почту, как я тогда Дмитрий говорил, поработка с документами, документы оборота. Поэтому мой взгляд в сторону, наверно, «Рашин» было видно. То есть, нет устройства, которое бы позволяло не только говорить, разговаривать по защищенным каналам, не только за каждое конфиденциальное устройство, но и тот служебный набор наложений, который должен быть на телефоне, должен быть, а, безопасным, второе – это корпоративный сторинг, то есть некий банк, раньше называлось банк, фонд адресованный программ, куда передавались программы, когда выходили экспертизы, и так далее, то что-то подобное. У корпоративных заказчиков вот такое желание возникает. То есть, мне нужны приложения достаточно удобные, проверенные, и так, чтобы я не ходил в общие магазины, а ходил себе в магазины, где гарантированно скачать те приложения, которые безопасны и которые, самое главное, ей необходимы. При всем уважении к молодым и к официозам, я иногда утверждаюсь по двадцати кранов на территории. Ну, не знаю, видимо, выхода от вечного времени, но дальше четвертого я не ходил себе. Поэтому, на мой взгляд, по этому заказчику больше двух-трих экранов в результате. Поэтому, еще раз резюмирую. Это защищенное комплексное решение, это не только голос, это и инструмент для работы корпоративного заказчика. Мне еще раз хочу подчеркнуть, все-таки это устройство, это решение, эта платформа, в первую очередь, это корпоративный заказчик. Вот, собственно, мои надежды и мои направления в дальнейшем платформы. Я немного поменяю очередность, да, потому что вот то, что мы сейчас обсуждаем, да, доводит, условно говоря, некое, там, воспоминание о том, что мы обсуждали год назад, да, на рамках той же форума, да, некой концепции открытости и закрытости, да. Потому что корпоративный клиент, на самом деле, весьма консервативен, вот, и применяет, на самом деле, достаточно проверенные решения. Но, вместе с тем, создание подобной новой платформы дает жизнь огромному количеству его приложений, да, новых возможностей, как правильно сказал Дмитрий. Поэтому следующее, что я обращусь к Игору Кугачеву, да, в части спорта, да, вот подобные новые платформы, да, наверное, дают, как совет, новые возможности, даже на нашем всем стартапах и тем, кто, так сказать, традиционно можно считать нашими, нашей новой надеждой инноваторами. Ну, собственно, вопрос был, что, что вы будете делать, да, что мы будем делать, но вам свою работу распознать как можно лучше, если ваша работа составит двух вещах. Первое – это обеспечить максимальный доступ к возможностям, верно, доступ к молодых и не очень молодых, но очень амбициозных технологических компаний к новой платформе. для этого мы верим, что мы будем проводить совместные конкурсы, Samsung будет инвестировать в развитие системы обучения ежедневных и так далее, и через это мы будем поддерживать финансовое создание таких приложений, и через это будет развиваться вот эта часть инновационной экосистемы интернет-вещения. И второе – безусловно, мы будем поддерживать и помогать тем командам, которые уже приходят сегодня в системе Тайзер, но, например, пока не находятся в системе Сколково, то есть здесь мы абсолютно так же, как и Тайзер, открыты, и, соответственно, ждем те компании, которые уже еще были с нами. Собственно говоря, поскольку мы в организации некоммерческой зарабатывать не сможем, но помочь точно сможем. – Спасибо огромное. Игорь Рогенович, возможно, я думаю, что какое-то участие, вот оно с вами очень летит, мы работаем на «Генерейшн-С», вот, может, это дать им быть какой-то положительный предмет. – Ну, я думаю, что так все-таки не является технологической компанией, а является инструментом развития рынка, мы смотрим на перспективу, на те зоны, где развитие будет происходить в будущем, возможно, даже не в самые ближайшие годы. Я скажу что, у нас такая кроморная вещь на интерпрайсе форуме, вот, корпоративно-информационные системы, всего что с точки зрения перспектив развития, вообще интереса не представляют. Это пройденный этап, который все, что можно было сделать, было сделано за последние, там, 20 лет, и, добавлю счет, что последние 10 лет уже вообще никак не развивается. Все новое, все то, где есть перспектива создать крупный, значимый глобальный масштаб бизнес, лежит на стыке физического и информационного мира. Интернет вещей – это очень хороший пример, но один из, потому что самые быстро развивающие исследования, связанные с приложением информационных технологий к традиционным отраслям индустрии и человеческой деятельности, что, собственно, интернет вещей, в этом смысле, является, скорее, инструментом, чем самоцелом. Но без него это совершенно невозможно. А интернет вещей, несмотря на то, что он архитектурно очевиден, но очень сильно радикально будет включаться от привычных решений в области корпоративного программного обеспечения информационных систем в области классического интернета. Архитектура будет совершенно другая. Это уже сегодня понятно. Он абсолютно неизбежно будет требовать специализированных средств для организации интерфейса взаимодействия с человеком. В этом смысле мобильная операционная система является необходимым компонентом всего, что связано с построением распределенных интеллектуальных и информационных систем управления техническими процессами в будущем. Это и энергетика, это и транспортные системы, это и управление, там, умным домом, домом, городом и так далее. То есть теоретики, которые сейчас не реально развиваются. И в этом смысле это является замечательно полезной платформой для всех многих перспективных подробностей. Спасибо огромное. На самом деле, действительно, да, в космосе, да, то, что мы по большому счету только начали, да. В принципе, один из моментов, в котором мы поймали поход из подготовки, это то, что Enterprise Mobility, в котором мы начинаем использовать Тайзен, это только, наверное, некие, там, условно говоря, двери в интернет-вещу, да, и, наверное, основная компетенция коммерциализации и применение этих элементов. Александр, вы как-то положительно кивнули, да, в космосе, когда Группенко сказал, что корпоративы не настолько привлекательны. Я, кстати, с ней не очень согласен, но тем не менее интересно, почему, и что мы этим делать вы? Ну, мы все живем в таких-то корпорациях, маленьких, больших, которые работают. Я вообще даже разогреваю этот вопрос, потому что я читаю тут же еще сообщение, которые я не молодой человек, которая бытовал в этом интернете, и тоже, конечно, какие-то вещи, связанные с тем, но вообще зачем еще одна оперативная система, и так все хорошо. Поэтому здесь можно относиться к других вещей. как я говорил, но я начну социальные источники. Дело в том, что если бы не появился, там, андроидная операционная система, то тоже можно было сказать, зачем она нужна, если бы в Windows и, там, в ULiOS, и, там, в ULiOS. Еще можно продвинуться, но все это многие вещи, и то, что самое главное, что надо понимать, что даже движение андроида, что от компьютера, мобильного телефона. То есть сочетание вещей. Самсунг ПКЦ прошел несколько дальше, с этой точки зрения, потому что единственная операционная система на очень маленьких устройствах, на телефонах, на площадках, как можно говорить, полной своей мобильности. И, забираясь, поймать, чтобы самсунг не пошел с Тайзеном на персональные компьютеры, чтобы это не случилось. Это не нужно делать. Но, с точки зрения вот этого движения, оно весьма очень важно. Потому что, если я помню анализ эффективности кода, скорости андроида в сравнении с Тайзеном, Тайзен значительно выигрывает во многих вещах. По величине, по размеру кода, понятно почему. Потому что, там, на андроиде написано очень много. Нишняя вторая ситуация выигрывает на том, что он имеет какое-то сквозное проникновение. И, я так думаю, что говорит некий, потому что, по сути дела, это расширяет, почему у нас новая операционная система выйдет за пределами, почему мы выйдем на интернет-вещение, выйдем на индустриальную сферу, то это расширяет возможности. А третья часть, я считаю, что все-таки все строится от человека, и он должен быть от человека, а он часть корпорации, потому что в сегодняшний день мы искали свой телефон, который становится участником многих вещей. Я помню, когда вы на ЗАЗУ мне защищали одну вещь, что, по сути дела, если говорить о телефоне, у меня уже три телефона в одном. Телефон, который работает с моей корпорацией, телефон, который представляет, например, в социальном мире, и телефон, который представляет абсолютно защищенный его собственным миром, который касается моего дома, моей семьи, моих устройств, которыми я работаю и так далее. То есть это три разных сходов. Иметь три телефона невозможно, но открытость и возможность по горизонтальной интеграции, я бы сказал, приобретательной, но временно дает возможность на новую платформу, если бы, ну, так вот, на, как я завиделся, приносовать вас, и сделать абсолютно новый подход к безопасности и правильности от человека. Спасибо огромное. Илья Исович, зачем нам еще одна операционная система? И что? Что? Почему? Вы, Андрей, как ведущий, ушли от вопросов. В начале кренов. Ваши крены. Ваши крены. Ну, я отвечу на этот вопрос. Я не сказал про крены. Про крены нам всегда выходить из аутфутбокса, то есть дубль всех. Ну, из загородки. Ну, у меня есть убеждение, да, креды, можно говорить там, креды, сложно описать, мои креды. Убеждение есть, что в России она сложилась, как эта IT-индустрия, и разработчики российские, они, ну, совсем не хуже, чем западные, восточные. Была проблема. Была проблема. Была проблема в Советском Союзе. Опять вот, к сожалению, я молодой достаточно, но ухожу обратно. Да, там. Что не было никак на своей операционной системе. все было. И проблема была в 90-е годы, что и обучение студентов, и, в общем, создание каких-то корпоративных систем делалось на западных операционных системах, на западных технологиях. Ну, и вот эта проблема так и оставалась. На самом деле были попытки, там, создать русскую Windows, потом какие-то операционные системы на базе Linux, национальную программную платформу. Ну, это, конечно, хорошо, особенно в теме импортозамещения, которое импортозамещение 2-2 лет назад, 1,5 лет назад. Ну, вот я считаю, что на базе Тайзена можно сделать какой-то рывок, тем более, что, во-первых, это достаточно инновационная и система, и платформа, потому что она никак не… Это новая, новая. Это не то, что создано было 10 лет назад, перекоперировано, и, говорится, вот, возьмите, да, поработайте в этой стране. Вот. Второй момент – это, ну, опять же, начало говорить про открытость. Открытость с открытостью, но выдача исходных кодов, создание здесь российской ассоциации, привлечение российских партнеров к разработке – это вот все происходит на начальном этапе. Не то, что там нам дали Тайзен и сказали, что вот, смотрите, здесь лежит микрософт, здесь это, 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 все есть у вас, а дальше типа разрабатывать. Нет, платформа, да, она достаточно, ну, так, пустая, да, создания, открытая для разработки, и, ну, есть партнеры, которые делают офисный пакет, я слышал, есть другие приложения. И думаю, что создание, вот, запуск этой платформы, единственное, что это Samsung и Samsung, нашему государству, ее нельзя выбрать, ну, хорошо бы не бросать. В этом смысле создание центров «Скокола» для работы, очень, мне кажется, правильный тоже шаг, потому что за руку могут собраться маленькие команды, которые быстро накидают достаточно полезные приложения. Вот. И, тем самым, можно обеспечить такой, так называемый, цифровой суверенитет, независимость, хотя бы вот в этом маленьком мобильном мире, хотя, по всем расчетам аналитиков, будет где-то через несколько лет 50-70% всего IT для мирового составить. Спасибо. Спасибо, Арнам. Ну, тогда слово ведущему мысли, просто производители офисных пакетов. Наши преды, с точки зрения производителя, дело получается в том, что офисные документные платформы для работы с офисными документами должны уйти в частные облака, в случае не в публичные, в частные. Если с публичными облаками все в порядке, с офисными платформами, которые в частных платформах офисных систем на текущий момент нет. Вторая вещь – это разделение, вот Александр Ильич хорошо сказал, это разделение корпоративного и некорпоративного на тех мобильных устройствах, которые есть у людей. Потому что люди не хотят носить два телефона, три телефона, они хотят иметь один смартфон, фаблет, одно мобильное устройство, в котором есть все в зависимости от ситуативного поведения человека. То есть сейчас он на работе и сейчас он занят личным решением. С точки зрения того, что мы делаем, мы делаем офисную платформу, мы можем делать почтовую систему, она может работать и работать с защищенным контурой, который обеспечивает Игорь Алексеевич. Ну, собственно, заказчики таинственные и не таинственные могут посмотреть уже сейчас на предварительные версии и двигаться дальше. То есть мы тоже считаем, что Dyson на текущий момент времени это, прежде всего, корпоративная платформа, хотя вы можете его обнаружить и в часах, и в телевизоре, с часов можно удобно проводить презентации с телевизором. Я пока не знаю, что можно сделать. В общем, тоже интересно то, что телевизоры Samsung, те, которые в смарт-сериях, поставляются именно на платформе Dyson. Ну, для нас все достаточно просто. Я не знаю, Андрей вот назовет этот цифровый N-1000 телефонов, которые он и собирается поставить в следующем году. Ну, для нас все просто. Мы собираемся на N-1000 телефонов в следующем году вставить в офисную почтовую платформу. Спасибо огромное. Ну, я пока не назову на самом деле, я думаю, что можно будет задать вопрос. Но плат действительно, как бы, действительно очень большой. Кроме этого, надо сказать то, что Dyson представляет в этом отношении уникальную возможность по конвергенции формата. Потому что, как правильно уже было сказано, мы уже работаем по телевизору и до часа. Поэтому мы сейчас сталкиваемся с совершенно новым классом, условно говоря, операционной системы, универсального клиента, который приложение наводит, фактически, условно говоря, на огромное количество фору-факторов. Наверное, Вы скажите пару слов о Вашей кредо. Да, скажу именно пару слов. Скажу сначала про кредо. Я его уже так иначе упомянула, когда отвечала на первый вопрос внутри. Это кредо дать больше необходимых возможностей для уважаемых клиентов. А дальше я просто обращусь, наверное, ко всему уже вышесказанному, поскольку все слышали, какие возможности, в принципе, могут быть при использовании того решения, о котором мы говорим. И наши клиенты, с точки зрения нашей компании ПТС, возможности – это действительно работа с решениями. Вот что еще добавить к тому, что уже было сказано, потому что, когда мы смотрим на клиента всесторонне, мы даем ему фактически все, что ему нужно для его жизнедеятельности, его и для него бизнеса, мы как компания очень активно и уже несколько лет идем в зону интернет вещей. Это тоже вещь достаточно интересная, нужная и понятно, что количество машин и количество вещей в мире значительно превышает по цифрам количество нас с вами. Поэтому связь между ними – это достаточно такая интересная вещь. Все те возможности, которые приописаны, они нам интересны, поэтому мы будем анализировать, смотреть. И еще я хотела бы, наверное, сказать еще одну интересную вещь. Ну, не интересную, а интересную для нас, как для компании-постовщика услуга решений, для оперативных заказчиков. Что, в принципе, все те решения, которые уже есть или рассматриваются, уважаемая компания Samsung, они достаточно легко встраиваются даже про существующие решения оператора. То есть это не значит, что мы должны каким-то образом ломать какие-то существующие вещи. мы можем просто встроить и повысить уровень как качества сервиса, так и наоборот услуг. Вот немножко не соглашусь с коллегой, которая говорит о том, что решение для корпоративного заказчика закончилось. Ну, наверное, нет. Чуть-чуть не соглашусь, потому что, в принципе, если говорить, что сегодня мы можем все вместе предоставить корпоративному заказчику, да, в целом, в пяти фразах закончились. Но никто сегодня не остановит развитие дополнительных вещей, простых на первых решениях. Ну вот, например, да, я вот начала, там, первое, отвечая на первый вопрос, сказал про слово «безопасность». Есть просто мобильная связь, есть передача данных мобильной связи, говорить вам долго, до вечера, есть безопасность мобильной связи, есть управление устройством мобильной связи, это назначение давать у нас с вами политик и всего остального. Поэтому, да, вроде как эта мобильная связь, она вроде бы закончилась, если возвращаться к словам предыдущего выступающего. Но улучшение, повышение этих приоритетов уже в дополнительных вещах, которые мы можем только улучшать, они еще не закончились. Вот, наверное, так я отвечу на ваши вопросы. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я хотел еще сказать добавить в заме присутствуют наши партнеры, которые, собственно, с нами тоже работают достаточно активно. И это, как, так сказать, как наши международные партнеры, да, так и российские компании, которые работают на международном рынке, весьма известные, да. Я, наверное, хотел бы дать слово, если это возможно, Володя Рубенов, да, который, экс-роса, да, который является очень видным, на мой взгляд, деятелем open-source с одной стороны, да, а сейчас, Володя, ты, по-моему, порвался, да? Микрофон, если можно дать? А? Либо, да, либо, пожалуй, я отдам слово. Пару с вопросом. Да, спасибо, Андрей. Правда, себя сидя за этим столиком ощущал Юлия Соломановича, как бы не хватало карточек, вот, и поэтому, пользуясь этим позывом, мне хочется обратиться к истории, в первую очередь, потому что я участвовал в деятельности, так или иначе, обоих веток прародителей Тайзена, то есть, и когда это было еще Samsung, Linux платформ, мы работали с Samsung, и когда это было Miga и Moblin, когда мы работали с Intel, вот, и это партнерство, которое выразилось теперь в такую зрелую систему, не очень отрадуно просто лично, исторически видеть, как это развивается. Касательно самой модели, мне хочется подчеркнуть, что вот то, что двигает компания Samsung совместно со всей этой экосистемой в России, на мой взгляд, является той самой блестящей моделью, когда мы одновременно используем мировое сообщество, то есть то, что нарабатывается мировым сообществом, при этом за счет создания локального центра компетенции, поэтому, имея все исходные коды, имея инфраструктуру разработку локальную, получаем действительное решение технологически независимым, то есть вот как это мы и, простите, рынку и катаемся, просто блестящая комбинация, браво! Вот я всегда этот тезис как раз надвигал, то, что за счет открытого исходного кода, за счет международной кооперации и создания локального центра компетенции с локальной инфраструктурой достигается и стройность в мировой прогресс, в его leading merge, и технологическая независимость, которая нужна нашей стране. Отлично, очень спасибо. Владимир, спасибо огромное, на самом деле очень важный момент, что прецедентом было огромное количество сделать российскую прессионную систему, форкнули на самом деле очень много чего, а вот, собственно говоря, нынешняя породка работы – это соответствует российским стандартам без отрыва кода международного рынка. И здесь крайне важно, чтобы действительно связь с международным сообществом, с Linux Foundation, потому что мы не должны, так сказать, при превышении уровня доверия, мы не должны забывать о той перспективе, в общем-то, интеграции у нас и в нашем собственном, как бы, российском выходе на международном рынке, на котором мы должны занять достойное место. И мы скоро Володя упомяну, слово международной общественности, в таблице Сергея Угрина перед уникой Red Hat. Да, добрый, добрый день, уважаемые господа. Да, я здесь представляю компанию Red Hat. Это лидер в производстве коммерческого Linux, наверное, Red Hat ассоциируется с Linux, Red Hat Enterprise Linux. И, наверное, поскольку я уже здесь должен суммировать, я хотел сказать, что Tizen — это единственная, наверное, мобильная операционная система, которая открыта, реально открыта. Это реальный Linux корни в этой операционной системе. Она никоим образом не конкурирует, а дополняет возможности Linux, переходя на мобильную платформу. Дальше. Это единственная операционная система, которая сертифицирована российскими органами, в степи на очень высокий уровень. И то, что эта операционная система уже создала целую эту систему вокруг себя, скажем так, Tizen уже представляет собой не только операционную систему, а представляет собой некоторое сообщество. И, конечно, возникающая потребность создания новых приложений на этой операционной системе может дать определенный инновационный толчок. Причем не только на корпоративном, что на самом деле очень важно, но и в консимерском рынке. Мы уже проверили. Все работает. Red Hat в прошлом году приобрел компанию FitGen Red, который теперь преобразовал в продукт единственного в Red Hat Mobile. Этот продукт поддерживает сейчас HML5, и в следующий раз его будет поддерживать нативный Tizen, то есть натурально не понадобится никаких дополнительных средств, что позволит создавать очень быстро, очень серьезные приложения к определенному бэкэнду, который существует. То есть получается такая штука, когда мы очень хорошо выполняем друг друга в области создания, усиления платформы, компания платформы, так и создания платформы, что я хочу сказать. Сережа, спасибо огромное. Ну и, собственно говоря, поскольку мы как бы замкнули друг, я, соответственно, хотел бы попросить, высказать свои пожелания, что мы должны делать больше, лучше, ну и приоритеты. Александр, в этот раз я начну с Вас. Ну, мне кажется, что самое главное, что корпорация Samsung не отошла от своих, как бы, первоначально задуманных вещей, а для все-таки открытости. Потому что самое главное для всех вещей, которые касаются безопасности и всего остального, это доступ, по сути дела, к коммуникационному блоку, а к чипам, которые там существуют, и тогда отсюда возникает наверняка среда, которые все знают, которые... главное, чтобы Samsung остался в своей линии и не сбился сам. Спасибо. Игорь Алексеевич. Я постараюсь кратко, но начну с какого-то уникдота, что бы я хотел. Красивым, молодым, богатым — это раз. Поэтому, что хотел бы, наверное, от Samsung в первую очередь, и от рынка. Первое. Модельные даже скромные потребности чиновников и заказчиков уже интересны. Улучшения, кроме тех, в том числе интересны и другие факторы. Поэтому улучшение у меня нет. Второе. Если действительно Samsung и мы так серьезно пошли в эту тему и дальше собираемся развивать, безусловно, необходима локализация, research, то есть, потенциал исследовательства и разработчиков, он должен быть, как бы, где-то здесь, в России. Не потому, что это национальная идея, а потому, что это эффективно. Те небольшие проблемы, которые существовали при сертификации, в основном были вызваны как раз данностью постоянной. Несмотря на коммуникации, иногда контакт, не иногда, а почти всегда, контакт, который мы имели с разработчиками, ну, армошкой, он давал гораздо большие быстрые результаты, чем Viber, плантации. Поэтому, конечно, от Samsung хотелось бы решение реликировать часть мусорных исследований. Спасибо. Спасибо огромное. Игорь. Поддержу Игоря. Продолжайте все-таки делать телефон, потому что у нас вроде мобильный дефорум, в принципе, повторю наше прооперативное решение. Действительно, нужны планшеты и телефоны, мы все потребители хотим все временного. Вот. Создание центра разработки, да, безусловно, я бы сказал, больше, создание центра совместных инноваций, туда, куда могли прийти и МТС, и Газпром, и Сбербан, и разобраться в платформе, и понять, что есть, и сделать что-то с самим, да, и, соответственно, мы готовы поддерживать, показать, соответственно, самсунг должен здесь продемонстрировать рынку то, что действительно форма открыта. Безусловно, хотел бы пожелать коммерческого успеха вообще всем, да, не столько самсунгу, сколько, потому что у вас он есть, сколько Тайзену и разработчику российскому. Что для этого должно произойти? Для этого должны, как можно скорее, Тайзен и предложения на Тайзен должны быть внедрены, приняты рынок. Для этого они должны появиться. Для того, чтобы они появились, нужно выявить вообще, где они. Да, то есть, много разговоров. Давайте покажем рынку конкретный продукт. Как это можно сделать? Мы с тобой вначале обсудили, давайте сделаем день инновации Тайзена, соберем все команды, посмотрим, что есть. Сделаем из этого какой-то какой-то список, потому что даст сегодня на Тайзене, мне кажется, это полезно. А с другой стороны, корпорация скажет, может быть, в лице НДС из провозки мамы, а что нужно. И, соответственно, разработчики разрабатывают не просто из своих фантазий, а из того, что реально нужно. Ну и, там, завершу тоже новой шуткой. Каждый мужчина должен построить дом, просто сын, и посадить дерево в соответственном доме. У вас вроде офис есть, будем считать, что Тайзен – это сын, давайте посадим дерево Тайзен, например, у нас там в инновационном лесу сколку ждем с деревом приходить. Поскольку ты сидишь между двумя Игорями, да, и загадал желание, то оно теперь точно сбудется. Игорь Рубенович, ваши пожелания. Тайзен. Ну, я думаю, что самое важное, чтобы там были приложены все усилия для формирования что мы знаем, экосистемы среды разработчиков внутри нашей национальной системы. Я думаю, что Самсунг может и должен приложить, ну, так сказать, проинвестировать в будущее. И, соответственно, наличие технологической массы инвентентных разработчиков позволит продвигать платформу в новых отраслях, в новых областях деятельности, там, где реально будет происходительный рост, где существующие рынки, до сих пор появились индустриарные стандарты, при появлении стандартов де-факто дают окно возможностей для кардинального развития. Ну, соответственно, для России важно, чтобы была поддержка, международная поддержка в рамках национальной и технологической инициативы, но абсолютно открыто для сотрудничества в этой области. Спасибо. Ну, я думаю, что здесь значительно степень на эту тему отвечает уже по-моему Российская Тайзер-Ассоциация, которая только что администрирована, да? Я думаю, что она станет действительно тем самым механизмом взаимодействия с экосистемой, да? И, в общем-то, будет освежать свою силу. Дмитрий? Если очень коротно продаете, то продавайте больше денег. Буду. Если... Ну, в принципе, все уже сказали. То есть, на мой взгляд, нужно расширять модельный ряд. Очевидно, его нужно наполнять планшетами, если он будет пройденную минуту. Ну, и если предуслежитную минуту, то и, опять же, мы уже говорили, поддержка разработчиков, да, нужна экосистема, нужны небольшие приложения, нужны маленькие команды, которые эти приложения делают, потому что помимо защищенного голоса, помимо офиса, так или иначе, нужны приложения, которые охватывают, ну, достаточно часто используют телефонные спектры. И это, как раз, действительно, тема, наверное, стартаповская, возможно, тема небольших команд. Поддерживаете разработчиков? Понял. Буду. Илья Ильичович. Прошу. Прошу. Как я и предполагал, тяжело повториться. Поэтому, следующее, что необходимо в будущем сделать. Если на сцене тебя три игры, это надо рассадить, так, чтобы другие все загадашивания. Ну, вот. СДК доказано и удобнее. Так что конкуренция между платформами и насколько удобно писать приложения. И, может быть, какие-то венчурные истории, прямой от Samsung. потому что я приводил к примеру IBM. IBM поднялся на то, что Samsung может тоже самое сделать. Это для корпорации она потом будет получиться. Ну, в общем, и не оставляйте российский тазер, который, конечно, должен соединяться с международным, потому что ни в коем случае не о том, разработчики и девелкеры готовы отменить мнения, ловить тренды мобильные новости такие очень большие годы-двух имеются. Очень. Спасибо большое. Илета, я совершенно сознательно последнее слово оставил за вами. Попробую, правда, и доверие. Самый тяжелый разговор говорит к последнему после такого количества правильных инвалидных слов. Поэтому, что могу пожелать? Ну, во-первых, не останавливаться на достигнутом, учитывать все, что было сказано ранее, и, если смотреть на все что мы и другие компании предлагают нашим потребителям, новых заказчикам, физическим лицам, корпоративным клиентам, желаю вам, чтобы те решения, которые делаются, те продукты, те новые приложения, которые вы будете помещать в эту экосистему, будут, прежде всего, востребованы. То есть, продуманы, востребованы, и пользовались большим сбросом пункт потребителя для того, это делается. Вот, наверное, просто вы можете определить. Спасибо огромное. Ну, на правах модератора консумировано. Андрей Иванович, позвольте, и дадим. Да, и все же, они готовы помочь женщине, и стать последним. Все же. Объективное, личное пожелание за нахуй. Если и кто-то и куй дальше возглавляет в России направление дайзинг, чтобы с не меньшей харизмой, Татареву Андрею Ивановичу. Ну, проантера тоже. Спасибо большое. Я, в принципе, тоже был администратором, потому что, ну, основные идеи, я думаю, то, что мы вполне донесли, это все, что связано с Тайзеном. То есть Тайзен, как, в общем-то, проект, связан с значительной степенью, с неким ожиданием, да, и потребностью цифровой независимости. Да, это все, что связано с этим. Это операционная система для ABD, да, то есть, используя его в интерпрайз-модель, где мы только входим, на самом деле, в новый сегмент, в котором возможно совершенно новые конвергентные применения. Это, безусловно, доверенная среда, да, с соблюдением российских требований безопасности, сертификации, и многое другое. Да, это был сделан в основном форуме, целый год его готовили, да, и сейчас мы можем говорить о том, что мы, в другом говоря, очень существенные ответы. Дайзен – это сервисная платформа, которая крайне удобна для создания электронных сервисов нового поколения, и, я думаю, то, что в этом отношении многие новые поставщики электронных сервисов могут найти себе совершенно уникальное приведение и новые руки. Ну, и, наконец, как было многократно сказано, это открытый проект, и наша задача, в общем-то, его упомянуты российской ассоциации Тайзен будет связана с тем, что мы должны максимально увеличить контрибьюшн российских разработчиков в тело операционной системы, мы должны развить development community, мы должны создавать как можно больше хода и как можно приложений здесь, для того, чтобы делать как можно больше самим и выходить международным. Международное. Ну, и, так сказать, в завершение хочу сказать то, что со словами Великого Ленина, да, что когда идея продевают массы, они становятся реализимы. Так что, доброе получилось. Большое спасибо. Большое спасибо всем.